Переводы в Армению в один миг. В приложении Фора Банка. Просто по номеру телефона. До миллиона рублей. Фора Банк. Ваш банк выгодных переводов в Армению. Добрый вечер, Борис Василович. Добрый вечер. Армянские СМИ обсуждают сегодня новость, полученную из Индии. Индия открывает воздушный коридор в Армению для стратегического экспорта. Как вы относитесь к таким новостям, Борис Василович? Собственно говоря, прежде всего надо говорить о том, что Армения суверенное государство. Она может развивать свои отношения с другими своими партнерами. И Индия в этом плане действительно такой важный партнер в экономическом отношении для Армении. Поэтому вот эти сообщения и это возможное сотрудничество с Индией, Армении, это, собственно, во-первых, это дело Армении, армянского руководства, армянского народа. Но это, на мой взгляд, и позитивное событие в плане такого вот расширения контактов Армении с международным сообществом. Кстати, Индийский борт прилетел в Армению по территории Ирана. Иран третий участник этого сотрудничества и одобряет восстановление военно-политического баланса Армении. Да, действительно, Иран здесь играет, в общем-то, на мой взгляд, существенную роль. Ну, известны и связи, и сотрудничество между Арменией и Ираном. Собственно, для Ирана это часть его такого политического и экономического круга отношений со странами региона. И это тоже, на мой взгляд, позитивное явление именно для региона. Армения и Иран на днях приняли заявление, подчеркнув неделимость признанных границ. Скажите, кому оно адресовано? По поводу границ, здесь, на мой взгляд, было достаточно ясно сказано руководством Армении, его высшим руководством, если имеется в виду границы между Арменией и Азербайджаном. И, собственно, Иран подтверждает сегодняшнюю ситуацию, современную ситуацию по поводу границ между Арменией и Азербайджаном. Вот это вот заявление, оно подтверждает сложившуюся на данный момент ситуацию. Борис Васильевич, несколько дней назад министр обороны Греции в Ириване заявляет, что создается четырех сторон сотрудничества между Арменией, Грецией, Францией и Индией. Скажите, что объединяет этих стран в нынешней ситуации в Кавказском регионе? Да, действительно, такие сообщения приходят. Здесь, на мой взгляд, это действительно такое важное событие. Что может объединять эти страны? Ну, во-первых, их, так скажем, военно-политическая направленность, поскольку эти страны, ну, прежде всего, Греция, Армения, Франция, это страны, которых объединяет вот такое направление их политики, как, ну, если не противостояние, то, по крайней мере, неприятие некоторых, так скажем, военно-политических шагов Турции. Это тоже понятно. И здесь можно более подробно об этом говорить. У каждой из этих стран есть свои претензии к определенным шагам Турции и у Франции, и у Армении, и у Греции. И что касается Индии, то Индия здесь выступает в роли, вот, так скажем, страны, которая имеет определенные проблемы со своими, так скажем, не проблемы, но сложности в регионах, с индийских регионах, где проживают мусульманские сообщества. И поэтому для Индии вот такая вот направленность складывающегося вот этого альянса, это тоже ее, то есть индийская направленность в политике, во внешней политике. Именно в плане возможного и, так скажем, влияния вот этой политики на внутреннюю ситуацию в Индии, вот я имею в виду вот эти сложности, определенные сложности в мусульманских регионах Индии. Борис Васильевич, как Вы относитесь к ОДКБ? Это организация, которая сложилась после распада Советского Союза, но это, собственно, организация, которая предполагает вот определенное сотрудничество этих стран, которые входят в ОДКБ в плане безопасности, прежде всего в плане безопасности, но в том числе и в военно-политической сфере. Вот, смотрите, президент Казахстана находится сегодня в Баку, да? Казахстан искренне радуется исторической победой Азербайджана. Это говорит Такаев, находясь в Баку, член ОДКБ. Как-то деликатно, нет? Да, я, в общем-то, не читал вот его цитат. Это я цитировал дословно вам, да. Да, действительно, здесь можно говорить, что такие заявления, они несколько не соответствуют тем целям, с которыми президент Казахстана прибыл в Армению. Поэтому здесь надо говорить, что, может быть, как-то его не так поняли, или он, может быть, не совсем правильно выразил свои мысли. На мой взгляд, действительно, эти заявления, они, так скажем, не слишком соответствуют тому, что, в общем-то, предполагает визит президента Казахстана. То есть, развитие отношений с Арменией. Но если вы говорите о развитии отношений с Арменией, то, естественно, надо хотя бы обойти вот этот вопрос, острый вопрос для Армении и Азербайджана. Борис Васильевич, давайте перейдем в другой континент, Вашингтон. В Вашингтоне главы МЭД США и Турции обсудили армяно-азербайджанский на мирный договор. Скажите, насколько могут сходиться, насколько сходятся позиции Вашингтона и Анкары по конфликту армяно-азербайджанского? Да, действительно, вот такие заявления прозвучали. На мой взгляд, у Анкары и Вашингтона есть общие моменты в оценке отношений между Арменией и Азербайджаном и позиции Турции. Но здесь надо, прежде всего, говорить о том, что Турция – это член НАТО, притом важный член НАТО. Естественно, здесь имеются и отношения, и военные, и военно-политические между Турцией и Соединенными Штатами. И это, в общем-то, логично, что отношения Турции к армяно-азербайджанскому конфликту, к ситуации на Южном Кавказе, они, в общем-то, прежде всего, если так более подробно немножко об этом поговорить, то прежде всего надо говорить о том, что Турция проводит в своей внешней политике только продвижение своих национальных интересов, своих государственно-политических интересов. Иногда даже не обращая внимания на интересы своих партнеров. Это политика руководства Турции. В том числе и Баку, да? Да, да, в том числе и Баку. То есть здесь политика нео-османизма, я бы так сказал. Это продвижение интересов Турции во все регионы, которые когда-то входили в состав Османской империи. Да, между Турцией и Азербайджаном существуют такие довольно тесные связи, экономические, военно-политические. Но вот если говорить по отношениям между Турцией и Соединенными Штатами, Турция это, так скажем, еще раз я повторю, страна, которая позиционирует себя как глобальная держава. Это тоже надо отметить. Эрдоган неоднократно заявлял, что Турция это глобальная мировая держава, ну так надо понимать, наряду с США, Россией, Китаем. И вот эта позиция Турции, она проявляется в политике во всех регионах и в отношениях практически со всеми странами, в том числе и с Соединенными Штатами. Ну естественно, Соединенные Штаты великая держава, и собственно Турция должна идти в русле политики США, но только в какой-то степени. Здесь это тоже надо подчеркнуть. Здесь Турция достаточно умело, я бы сказал, играет на противоречиях между Россией и Западом, и США, и опять же продвигая свои интересы. Ну вот, здесь очень важно конфликту армяно-азербайджанскому. Насколько сходятся позиции Турции с российской? Да, армяно-азербайджанский конфликт, это сложная ситуация для России, сразу надо признать, поскольку, ну если в историческом аспекте возьмем эту ситуацию, то и Армения, и Азербайджан входили когда-то в Советский Союз, были союзными республиками, и конфликт, который существует до сих пор между Арменией и Азербайджаном, это собственно, здесь я тоже несколько исторический такой аспект возьму, это собственно следствие развала Советского Союза, это тоже надо признать. И все конфликты, которые происходили и происходят на территории бывшего СССР, это следствие распада Советского Союза. Но это уже отдельный вопрос. И что касается позиций Турции и России по отношению к этому конфликту, Турция сразу поддержала Азербайджан безоговорочно и поддерживает позицию Азербайджана и оказывает ему поддержку. Армения ожидала, что Россия поддержит Армению. Ну вот здесь я повторю, сложная ситуация для России, поскольку если для Турции Азербайджан это, как вот турки говорят, это один народ, два государства, то для России вот этот конфликт, это конфликт между, в общем-то, двумя странами, с которыми у России были нормальные отношения и в прошлом это были братские, я не побоюсь этого слова, братские республики, обе, и Азербайджан, и Армения в Советском Союзе. И поэтому для России поддержать какую-либо сторону, это достаточно сложно. В этом, в общем-то, на мой взгляд, и позиция, это проявилось и в позиции России. Но вот такова ситуация. Да. То есть и Азербайджан, и Армения Россия интересует одинаково. Или сейчас уже нет? Сейчас несколько изменилась ситуация. После вот заявлений руководства Армении о том, что вот все отношения, и отношения, и развитие этих отношений между Россией и Арменией после 91-го года, это была ошибка. Так было заявлено. Ну, крайней мере, так вот интерпретировали заявления армянского руководства. И после этого, конечно, у России несколько, я повторю это несколько сместился вот такой акцент отношений с Арменией и отношения с Азербайджаном, вот это визит в Азербайджан, и соглашение, и развитие отношений с Азербайджаном. Да, это следствие, вот все-таки это следствие вот этих вот действий, заявлений, по крайней мере, армянского руководства, последних действий. Борис Васильевич, если, допустим, Армения и Турция решат нормализоваться отношения, открыть даже границу, Баку сможет помешать этому контакту? Я думаю, что нет, поскольку, во-первых, у Турции с Азербайджаном такие достаточно близкие отношения и экономические, и военно-политические, и Армения не будет, Азербайджан не будет выступать против действий Турции вот в плане восстановления каких-то отношений, нормальных отношений с Арменией. Поэтому я не думаю, что это произойдет. И второе, то, что это и не в интересах Азербайджана. Собственно, Азербайджан вот в результате конфликта и соглашений различных сейчас контролирует территорию Нагорного Карабаха. И, собственно, обострять отношения с Арменией и вступать в противоречие, в противостояние с Турцией не в интересах Азербайджана. Поэтому я не думаю, что будут какие-то вот действия в этом плане Азербайджан. Какое значение имеет для переговорного процесса, для нормализации отношений между Ереваном и Баку отношения Баку с Западом? Да, у Баку... В последнее время давайте отметим, что эти отношения, мягко говоря, не сладкие. Да, действительно. Но, опять же, здесь надо говорить, что у Азербайджана, собственно, нет каких-то серьезных проблем со странами Запада. Ну, если не иметь в виду отношения с Францией. Ну, с Францией это особый вопрос, поскольку Франция, во Франции, как известно, сильная и армянская диаспора, и вот тот складывающийся альянс Франции, Греции, Индии и Армении. Это также не в интересах Азербайджана. Но, тем не менее, на мой взгляд, все-таки вот какого-то противостояния у Азербайджана со странами с Западом в целом, и в частности с какими-то странами, его нет. Ну, если вот не брать вот этот альянс, и то это, собственно, он складывающийся пока, это только альянсы. Здесь трудно говорить о каком-то противостоянии. Да. На этом все. Спасибо вам, Борис Васильевич. Пожалуйста. Спасибо.